Если бы не новый логотип Kia на этом инопланетном автомобиле, вы бы вряд ли догадались, что это на самом деле Kia. Мы бы тоже не смогли это сделать, потому что новый электромобиль EV6 сильно отличается от других моделей Kia. Неудивительно. EV6 первая исключительно электрическая Kia, и она открывает новую серию моделей, за которыми зарезервированы все названия от EV1 до EV9. Так что этот космический корабль на колесах — это только начало. Репортерам Автоньюз предоставилась возможность протестировать Kia EV6 в Испании. EV6 ведет себя как добрый лимузин. Единственное, что непонятно, к какому классу следует относить EV6. Да, это точно проблема. По форме он похож на фастбэк длиной 4,7 метра. Эта задняя часть — багажник открывается со всеми стеклами. А это значит, что в багажнике много места и доступ максимально удобный. От 490 до 1300 литров со сложенными сиденьями. Это, пожалуй, больше тянет на спорт-универсал. Приглядевшись повнимательнее, открывается, что огромные арки заполняют колеса категории SUV. То есть все-таки внедорожник? Учитывая, что у электромобиля Kia много общего с последним шедевром IONIQ 5 от материнской компании Hyundai, возможно. И я был очень удивлен, я в хорошем случае удивлен, увидев, что машины, хоть они технически очень похожи друг на друга, они совершенно разные, что касается и дизайна, и характера. Несколько вещей. Один — это все равно такой исключительный дизайн, да, такое, ну, направление. То есть люди, когда едешь по городу, смотрят на эту машину. К тому же они видят только внешнюю сторону и не знают, что теряют. Здесь есть целый мультимедийный центр с растянутой приборкой. Центральная консоль действительно как в самолете. Есть кнопки управления и регулировки климат-контроля. Кокпит Kia EV6 обхватывающий и глубокий, как у спортивного автомобиля. Стандартная версия электродвигателя развивает 170 или 225 лошадиных сил. У полноприводного EV6 имеется уже два двигателя мощностью 320 лошадиных сил и 5,4 секунды до сотни. Нормальные и экономичные режимы мало отличаются, но переключатель на руле знаком с еще одним режимом. Вот что происходит при включении режима спорт. Тогда чувствуется, что машина очень мощная, появляется другая природа, это нечто совершенно иное. Это еще не совсем корейский Taycan, но это уже и не просто электрическая Kia. В 2022 году ожидается что-то еще более безумное EV6 GT на 580 лошадиных сил и 3,5 секунды до сотни. Это вы понимаете? Но в первую очередь стоит ожидать гражданских моделей с запасом хода около 480 километров и по доступной цене. Мы надеемся на сумму около 50 тысяч евро. По последним прогнозам мы ждем машину в конце этого или в начале следующего года. В начале будут доступны EV6 с классическим приводом и в полноприводном варианте GT Line. Субтитры создавал DimaTorzok